Привет, друзья! Тема сегодняшнего видеоролика это базовый весенний гардероб. Конечно, многие могут сказать, что базовый гардероб будет для каждого свой, и я с этим согласна, но я хочу перечислить для вас список из самых функциональных позиций, которые, на мой взгляд, должны быть в гардеробе у каждого человека. И на первом месте у нас стоит верхняя одежда, и поговорим мы о пальто. Ни один базовый гардероб не может обойтись без хорошего качественного пальто. На мой взгляд, если у вас до сих пор не куплено действительно хорошее пальто, то лучше не покупать вообще пока что никакие вещи, например, если у вас ограниченный бюджет, но озаботиться именно этим пунктом, потому что ничто не делает наши образы столь стильными, современными и классными, как хорошее добротное пальто. Что нужно учитывать при выборе базового пальто? Во-первых, цветовую гамму, во-вторых, форму и, в-третьих, длину. Цветовая гамма для того, чтобы пальто было действительно базовым, должна быть нейтральной. Несмотря на то, что сейчас тренд на то, чтобы верхняя одежда была яркой, но все-таки, если мы хотим продолжать носить наши вещи длительное количество времени, то лучше выбирать более нейтральные оттенки. Это может быть цвет navy blue, графитовый, черный, белый или бежево-коричневая гамма. В том, что касается покроя, нужно выбирать его в зависимости от своего типа фигуры. Например, если вам важно подчеркивать талию, то это может быть пальто-халат. Но учтите, что если вы выбираете пальто-халат, то оно должно быть достаточно длинным и объемным, чтобы смотрелось современно. Но, на мой взгляд, лучше всего, конечно же, смотрится пальто именно прямого покроя, а не пальто-халаты, потому что пальто прямого покроя можно сочетать с разными стилями. Это может быть и более элегантная одежда, или, например, даже одежда спортивного плана. На втором месте в нашем списке идет тренч. При выборе тренча также важно обращать внимание на его длину, состав, форму и цвет. Цвет может быть стандартным базовым, например, песочным. Но, если вам хочется выделиться, если вам хочется выглядеть не так, как все, то вы можете выбрать для себя и альтернативные варианты. Ну, например, мне очень нравится, как смотрятся тренчи в сером оттенке или в жемчужном оттенке. Также это может быть цвет хаки или черный цвет, что тоже является достаточно функциональным для базового гардероба. Третья позиция, без которой не может обойтись базовый весенний гардероб. И, в принципе, гардероб любого сезона, так как это касается и зимнего, и осеннего, и летнего гардероба в том числе. И здесь мы, конечно, с вами поговорим про брюки. Брюки могут быть любыми по покрою. Но в том, что касается цвета, на мой взгляд, самым базовым является цвет черный. Также это может быть цвет невиблю или серый. Ну, и для тех, кто любит бежево-коричневую гамму, то, естественно, эта гамма тоже прекрасно впишется в базовый гардероб. В том случае, если у вас в целом эти цвета преобладают в гардеробе. Но я считаю, что лучше, чем черные брюки, в данный момент времени сложно что-то представить, потому что они хорошо сочетаются с остальными цветами. И в том случае, даже если вам захочется сверху надеть что-то более яркое, то с черными брюками это также будет сочетаться хорошо. В том, что касается покроя, лучше всего базовые брюки выбирать в соответствии со своим типом фигуры. То есть, например, это могут быть классические брюки со стрелкой. Если же вам позволяет фигура и вам хочется что-то более трендовое, то я рекомендую выбрать для себя брюки широкого покроя а-ля брюки палаццо. Еще одна позиция, которая не выходит из моды, это голубые джинсы. Я рекомендую приобрести для себя джинсы в стиле мамс, то есть они прямые, но чуть-чуть заужены к низу. Если же вам позволяет фигура, то можно взять в целом широкие брюки, которые к низу не заужаются. Это тоже уже несколько сезонов подряд абсолютно актуальная позиция. Ну и голубые джинсы, как вы знаете, хорошо сочетаются со всеми остальными вещами и цветами в гардеробе. Вы можете сочетать их и с яркими вещами вверху, и с принтованными, и с базовыми в том числе. Следующая позиция, которую я рекомендую внедрить в свой базовый в сенний гардероб, это рубашка. При этом это может быть как простая хлопковая рубашка в белом цвете, которая будет сочетаться со всеми вещами, которые есть в вашем гардеробе. Также можно и альтернативно приобрести рубашку в другом оттенке. Например, это может быть светло-розовый или светло-голубой цвет. Ну и в принципе любой оттенок, который будет подходить именно вашей внешности. Такая рубашка действительно будет функциональна, потому что ее можно будет использовать как в своем повседневном гардеробе, например, в формуле джинсы плюс рубашка плюс сверху пальто или тренч и обувь спортивного или повседневного плана. Либо такую рубашку вы можете надевать с брюками, добавлять обувь на небольшом каблуке и в таком виде отправляться вечером на какое-то мероприятие. Также рубашка может быть не только хлопковой, но еще и шелковой. И сейчас есть небольшая тенденция на то, чтобы носить рубашки в разных цветах из шелка. Еще одна альтернатива рубашке, которая может стать частью вашего базового гардероба, это рубашка в викторианском стиле. То есть это белая хлопковая рубашка с интересными акцентными манжетами и воротничком. Следующая позиция, без которой не может обойтись базовый весенний гардероб, это тонкий джемпер и футболка. Также сюда можно отнести еще и лонгслив, то есть это джемпер из тонкого трикотажа, но с длинным рукавом. Я рекомендую иметь в своем гардеробе точно три цвета. Это черный, белый и серый, которые вы будете сочетать как раз-таки с брюками и джинсами. А также иметь один или два альтернативных по цвету варианта, которые будут прекрасно подходить именно вашей внешности. Ну, как вы могли заметить, в моем гардеробе появился розовый оттенок. Следующая позиция, которая стала частью нашего базового гардероба, это трикотажный жилет. При этом жилет может быть как удлиненный, так и более укороченный. И это также является частью на данный момент функционального базового гардероба, так как жилет можно носить и самостоятельно, и с тонкими джемперами, и с футболками. Мне очень нравятся удлиненные жилеты, которые прикрывают бедра. И при этом они хорошо сочетаются не только с зауженным низом, это джинсы или брюки, но и с широкими брюками в том числе. Последняя позиция по одежде – это актуальная юбка. На данный момент являются актуальными либо юбка мини, либо юбка миди. И выбирать для себя модель юбки, конечно же, нужно в зависимости от своего типа фигуры. Если у вас стройные ноги, то вы можете себе позволить короткую юбку. Если же хочется ноги немного прикрыть, то это будет юбка миди. Юбка мини будет максимально простого покроя, трапециевидная, с небольшим расклешением к низу, либо прямого покроя. Еще один актуальный вариант – это юбка мини в стиле преппи со складками. В том, что касается юбок миди, я бы не рекомендовала для себя приобретать плессированную юбку обычную, потому что это уже скорее относится у нас к антитрендам. Но если плессировка будет нестандартная, например, асимметричная или разная в плане размера складок, то тогда такую юбку приобретать можно. Также это может быть юбка миди, трапециевидного или прямого покроя. Несколько слов относительно обуви. На первом месте, конечно же, стоят белые кеды. При этом кеды на данный момент могут быть как низкими, так и высокими, так как это относится у нас к трендам и, в принципе, уже несколько сезонов также не выходит из моды. Белые кеды должны быть максимально лаконичными. Обращайте внимание на то, чтобы там не было логотипов и надписей, либо, если они и есть, они должны быть достаточно минималистичными для того, чтобы ваши кеды вписывались в большую часть ваших нарядов и в том числе хорошо сочетались с юбками и платьями. Еще одна позиция обуви, которая не выходит из моды и которая является частью базового гардероба – это ботильоны-чулки. Именно ботильоны-чулки классно сочетаются с брюками, джинсами, и в некоторых случаях их можно даже носить с юбками, чего нельзя сказать об обычных ботильонах. Если вы приобретете для себя хорошие базовые ботильоны-чулки, они точно будут очень функциональны в вашем гардеробе. Следующая позиция, которая необходима в базовом гардеробе – это хороший кожаный ремень. В том, что касается выбора кожаного ремня, нужно выбирать его в зависимости от того, какими еще аксессуарами вы окружаете свой гардероб. Ну, например, если у вас черная сумка, то я рекомендую и ремень приобрести в черном цвете. Если же вы предпочитаете бежево-коричневую гамму, то и ремень должен быть бежевым или коричневым. Ну и то же самое касается и белых аксессуаров. Например, если у вас белая сумка, белые кеды, то можно дополнить эту историю еще и белым ремнем и быть точно уверенными, что это хорошо впишется в ваши комплекты. Ну что ж, на сегодня все по поводу весеннего базового гардероба. Если вы хотите, чтобы я показала на себе свои любимые весенние комплекты и свой персональный базовый гардероб, то напишите мне в комментариях, и я сниму для вас такое видео. Поддержите это видео лайками, если оно было для вас полезным и функциональным. И до новых встреч, друзья!